Новогодние дни и вечера жители нашего города посвящали визитам и праздничным обедам. Ходили в гости к друзьям и знакомым или отправлялись с барышней под ручку на ледово-коньковую прогулку. Ну или лихо съезжали с ледяных горок на том самом месте, где спина теряет свое благородное название. Вот такие небольшие зарисовки о том, как жил и развивался город в каждом выпуске программы «Владивосток. Лучший город Земли». Перелистывая пожелтевшие страницы старых городских изданий, ведущий Дмитрий Шакин рассказывает о событиях города с самого его основания. Все родилось довольно случайно. Приближалась очередная годовщина города. Нужно было сделать что-нибудь такой, подарок слушателям, себе, городу и цикл программ, посвященных каким-то интересным событиям, которые происходили в нашем городе. Мы решили это сделать и после того, как проект закончился, нас настолько затянуло, что мы решили продолжить его. Потому что в городе на самом деле есть масса всевозможных интересных вещей, о которых хочется рассказывать и которые для себя снова открываешь. И так бывает часто, что по городу бегаешь и не замечаешь каких-то вещей, которые, в общем-то, стоят того, чтобы на них обратить внимание. Проект «Совместное детище 8-го канала и радио Ви-Би-Си» стартовав в 2017 году, он уже снискал популярность и у зрителей канала, и у многочисленной аудитории радио Ви-Би-Си. В этом году одна из старейших радиостанций города отпраздновала 25-летний юбилей. Это первая коммерческая станция Владивостока в ФМ-диапазоне и единственная в Приморье радиостанция формата рок-мьюзик. Мой отец был военным и ходил часто на вахты. И я помню такой шершавый диван в военной части, очень тяжелое армейское одеяло. Темно, за окнами темно, но не страшно, а очень уютно, потому что из приемника доносится музыка. Рядом, где-то рядом находится папа, и приемник поет, что в эфире каждый вечер программа «Хот-кол». И от этой музыки до сих пор, когда она в голове звучит, мурашки такие очень приятные, потому что это очень-очень светлое, очень теплое воспоминание. Приятно, здорово, что радиостанция меняется, растет, развивается. Новые-новые программы, новые люди, но остается что-то старое. Вместе с Александром Топоровым Юлия ведет ежедневное вечернее шоу. Утром же в эфир выходят Екатерина Демина и Александра Смолина. Когда большинство горожан только начинают просыпаться, они уже в студии и делают все, чтобы утро радиослушателей было позитивным и наполненным полезной и интересной информацией. Сами понимаете, радиостанция, которая родилась 1 января, это уже легенда, потому что 1 января, сами понимаете, немногие в состоянии стояния. Это первое. Второе. Четверть века – это вроде много. С другой стороны, это, на мой взгляд, только начало. Впереди еще так много всего сделать, успеть бы – вот это другой вопрос. Сила любого предприятия и компании в ее развитии. Именно поэтому на радио ежегодно выходят новые программы, рубрики, конкурсы, проекты. Креатив и ежедневный труд радийщиков не остается без внимания. В минувшем году на ежегодной бизнес-премии «Торговая марка года» Радио Ви Би Си стала обладателем золотого приза в номинации «Популярный бренд Приморского края» и серебряного приза в номинации «Сила бренда». Но, конечно, главная награда для работников любой радиостанции – это любовь радиослушателей. Катерина Матвеева, Василий Косилов. Новости на Восьмом.